Друзья, всем привет! Меня зовут Анна Куля, вы на канале Будь Фокусе, и сегодня мы будем обозревать графический планшет Hyon H1161 и будем сравнивать его с планшетами компании Wacom. Долгое время я пользовалась графическим планшетом компании Wacom, больше всего мне пригодился бамбу Penintouch. Сами видите, сколько на нем образовалось всяких царапин, ямочек и впадин за долгое время эксплуатации. И, к сожалению, этот девайс уже вышел с производства, но он уже адрес твоё, что ж поделаешь. Периодически пробовала юзать разные модели из линейки Intos, но так как я постоянно путешествую, мне очень важны габариты. Этот планшет идеально совпадал с моим ультрабухом, по размеру очень удобно и не было необходимости из-за этого покупать какой-то новый. Но сейчас, планируя покупку уже нового ноутбука, стал вопрос приобретения планшета. Также хочется больше удобства, при этом за приемлемую цену. Именно поэтому я решила рассмотреть разные альтернативы и мне приглянулся планшет фирмы Hyon, модель H1161. Давайте рассмотрим его преимущества, чем же он меня зацепил. Скорость интерфейса составляет 266 импульсов в секунду, а разрешение 5080 линий на дю. При сравнении с упомянутой линейкой Vacuum Intos, лишь у старшей модели Intos Pro можно найти похожие характеристики, однако с прайсом в три раза выше. Даже стартуя с упаковки, бренд порадовал своей лаконичностью и заботой о клиенте, потому что в инструкции есть и русская версия, а это для меня важно, не надо заморачиваться на тем, как все установить и как это, собственно, работает. Перо. О да, стилус это реально отдельная тема, он тут очень кайфовый. Если бы я была пром-дизайнером, а не графическим, то мне бы очень хотелось придумать именно такое перо. Плавность работы пера обеспечивает 60 уровней наклона, а в сочетании с внушительным показателем уровней чувствительности, девайс позволит передать каждое микродвижение вашей руки. Эргономичный дизайн, очень удобно лежит в руке, а расширенный корпус основания пера позволяет не напрягать особо пальцы, это помогает работать намного дольше, не уставая. При этом проведененная поверхность устраняет скольжение. К тому же у этого стилуса еще есть и подставка. Вот так это работает. В самой подставочке есть 8 запасных наконечников. Давайте посмотрим. Вот такие перышки. Скорость, мобильность и удобство для профессиональных юзеров особенно важна. В этом помогут горячие клавиши, а их тут просто невероятное количество. На этом планшете есть 10 экспресс-кнопок и 16 софт-клавиш. Вы просто вдумайтесь в это количество. А вдобавок еще и сенсорная полоса, с помощью которой можно зумировать нашу картиночку. Эти кнопки вполне могут заменить нам всю клавиатуру. И сами понимаете, это явно экономит время. В наше время мы очень много работаем не только в офисе, но и в самолете обрабатываем, где-то там в кафешке на коленях. И часто ставим наш планшет именно на клавиатуру ноутбука. И, допустим, мы рисуем, но при этом нам нужно сделать какую-то манипуляцию. Нам приходится поднимать графический планшет и вот искать на клавиатуре. Честно говоря, меня за 10 нажатий такое, ну, просто приводит в бешенство. А здесь с таким количеством кнопок и клавиш вы можете себе все запрограммировать. Вам просто нет никакой необходимости в клавиатуре. Физические размеры планшета составляют примерно 37 на 22 сантиметра, с активной рабочей областью 28 на 17,5, что крайне напоминает нам привычный формат А4. А толщина девайса всего 8 миллиметров. Большая рабочая область сохранилась, несмотря на огромное количество кнопок. Дизайнеры реально постарались. А, и, кстати, на этом планшете можно обрабатывать не только с компьютера и ноутбука, но еще и подключить его просто к смартфону. Вы представьте, вы с планшетом можете обрабатывать на своем телефоне. А это, согласитесь, реально лайфхак в наше время. Если подвести итоги, то Wacom, конечно, классные, но Hayon не уступает им по качеству, а цену у них значительно ниже. Между прочим, к праздникам компания Hayon постоянно делает классные акционные предложения. А на все планшеты еще действует расширенная гарантия 24 месяца. Ссылочки на официальных представителей компании Hayon вы можете увидеть внизу в описании видео. Друзья, надеюсь, вам было полезно. Пишите в комментариях, какими планшетами пользуетесь именно вы. Короче, смотри, у меня такая тема. Долгое время я пользовалась... О да, о да, о да. Удобно лежит в руке. При этом вот таким образом это работает. Ты же повырезаешь, кстати. Кстати, отличный отклик. Надеюсь, вам было пове... Лалалалалалалалалалам.